АВСТРАЛИЯ Серийный выпуск начался в 2002 году и продолжается до сих пор. Еврокаптер в различных модификациях состоит на вооружении четырех стран. Франции, Тигр Хаб, Германии, Тигр УАШТ, Испании, Тигр ХААД, Австралии, Тигр Айраш. Тигр способен выполнять широкий спектр боевых задач, включая вооруженную разведку и наблюдение, противотанковую и непосредственную авиационную поддержку, сопровождение и защиту своих средств. Может работать днем или ночью в любых погодных условиях, в том числе экстремальных. Был разработан с учетом боевых действий после ядерного, биологического или химического удара. Тигр также может использоваться в морской среде, работая с палуб судов. Среди примечательных качеств Тигра, он обладает очень высокой маневренностью, во многом благодаря конструкции его 13-метрового, четырехлопастного бесшарнирного несущего винта. Тигр может выполнять полные петли и маневры с отрицательной перегрузкой. Питание обеспечивается парой турбовальных двигателей Rolls-Royce MTR-390. Хеликоптер Тигр имеет тандемные сидения, стеклянную кабину и управляется экипажем из двух человек. Пилот находится в переднем положении, а наводчик-оператор – сзади. Любой из членов экипажа может управлять системами вооружения или основными средствами управления полетом, при необходимости меняя роли. Помимо управления вертолетом, пилот Тигра обычно контролировал системы самообороны и средства связи, а также некоторые вспомогательные функции оружия. В то время как для некоторых видов оружия используются специальные интерфейсы управления, управление оружием класса воздух-воздух можно осуществлять с помощью элементов управления на обоих наборах рычагов. Тигр – первый полностью составной вертолет, разработанный в Европе. Фюзеляж Тигра изготовлен на 80% из полимера, армированного углеродным волокном и кевлара, на 11% из алюминия и на 6% из титана. Вся хвостовая часть выполнена из композитных материалов, включая односекционную хвостовую балку. Роторы изготовлены из композитного волокнистого пластика, способного выдерживать боевые повреждения и удары птиц. Конструкция Тигра также включает защиту от ударов молнии и электромагнитных импульсов через встроенную медную с бронзой сетку и медную соединительную фольгу. Отличается высокой степенью устойчивости к ударам. Многие бортовые системы имеют дублирование и изолированы, чтобы минимизировать эффект повреждения. Компоненты двигательной установки, такие как роторы и приводной вал, были специально разработаны с учетом большей баллистической устойчивости, чем традиционные конструкции. Редуктор рассчитан на 60-минутную работу в сухую в случае потери смазки. Топливо находится в двух основных внутренних топливных баках, а два дополнительных бака меньшего размера размещены внутри коротких крыльев. Топливные баки обладают способностью самоуплотнения, что снижает уязвимость. Среди основных характеристик авианики вертолета можно выделить следующие. Системы управления полем боя и отображения карты Еврогрид Интегрированные средства связи и каналы передачи данных с возможностью передачи через спутник Цифровая автоматическая система управления полетом высокого уровня и резервные шины данных МИЛ-1553 Два дублирующих компьютера миссии управляют оружием, датчиками и функциями наведения. Навигационный комплекс «Тигра» включает GPS, двойную резервную инерциальную привязку, деплеровский радар, отдельные блоки данных о воздухе, радиовысотомер и распределенные датчики воздушной скорости. Специальный установленный в носу инфракрасный датчик переднего обзора FLIR используется пилотом для полетов в ночное время. У каждого члена экипажа есть пара многофункциональных жидкокристаллических дисплеев для управления данными. Станция, обычно используемая для отображения информации о внутренних системах и сенсорных данных, а также для взаимодействия с высшими системами вертолета. Для обоих членов экипажа доступна дополнительная система индикации в виде нашлемного дисплея HMD. HMD используется пилотом для отображения основных полетных данных с цифровой оптикой, такой как ночное видение или инфракрасные изображения с датчиков, наложенные на них. Наводчик может использовать HMD для взаимодействия с бортовыми системами вооружения и управления ими, а также для просмотра данных о целеуказании. Возможно, наиболее важной системой авионики, установленной на Тигр, является мачта. Установленный прицел, датчик OSIRIS, включает в себя оптические телевизионные и тепловизионные камеры, лазерный дальномер, указатель и несколько гироскопов для стабилизации. OSIRIS выполняет роль основного датчика для наблюдения и захвата целей, обеспечивая данные о стрельбе и прицеливании через компьютер оружия. OSIRIS также позволяет осуществлять полностью пассивное обнаружение целей и был разработан для максимального увеличения возможностей противотанковой ракеты «Тригад», разработанной параллельно с самим Тигр. Альтернативная оптическая система OSIRIS установлена на крыше вертолета на некоторых вариантах. Тигр оснащен различным вооружением, включая ракеты, пушки и воздух-воздух и ракеты класса воздух-поверхность, управляемые с помощью специального компьютера управления вооружением. Боеприпасы для борьбы с наземными войсками включают носовую 30-мм пушку «Некстер». На укороченные крылья «Тигра» установлен набор внешних пушечных модулей, противотанковых ракет и до четырех пусковых установок для 70-мм и 68-мм ракет. При развертывании таких ракет, как «Мистраль», «Тигр» может воспользоваться преимуществами дальнего прицеливания боеприпаса. ЕЦ-665 «Тигр» или просто «Еврокаптер Тигр» – машина во всех смыслах знаковая. Это первый общеевропейский ударный вертолет. И одна из самых амбициозных военных программ условной объединенной Европы. Несмотря на формальный успех, она в очередной раз показала, сколь тесен в действительности рынок вооружений, особенно если говорить о дорогостоящих комплексах, таких как ударные вертолеты. Основная проблема – это технические трудности, которые довольно часто давали о себе знать. Кроме непосредственно европейцев, Франция, Германия, Испания, «Тигр» купили лишь австралийцы. А уже в июле 2019 года австралийская группа по возможностям, закупкам и поддержке «КЭСК» направила запрос на предоставление информации заменить свои вертолеты «Тигр». Этот запрос удивил многих экспертов, так как вопросы, упомянутые в Белой книге 2016 года, в основном были решены. Цель состоит в том, чтобы приобрести проверенный и зрелый, пилотируемый, серийно вооруженный вертолет, который также может работать с растущим флотом австралийских десантных кораблей, способных использовать вертолеты. Поступившие на вооружение в период с 2004 по 2010 год, 22 австралийских вертолета «Тигр» «Айраш», на самом деле являются новейшими вертолетами, все еще имеющими очень значительный потенциал и, как уже говорилось ранее, относительно близкими по своей конфигурации к стандарту суппорт-дестрокшенной «ЧАЭД», который в настоящее время используется в АЛАТ. В частности, с использованием противотанковой ракеты АГМ-114 «Хеллфайр-2» с лазерным наведением 70-мм ракет и 30-мм пушки. Кроме того, из-за трудностей с реализацией логистического плана Австралии эти вертолеты в среднем летали сравнительно мало, а потому сохраняют значительный летный потенциал. Однако еще в марте 2017 года Национальное бюро аудита Австралии, она, опубликовала доклад, в котором подвергла критике программу по вооружению армии ударными вертолетами «Тигр-Айраш». В объемном докладе указывается на 74 потенциальных недостатка. В частности, вертолеты «Тигр» не получили тех боевых возможностей, которые были описаны при их заказе. Бюджет на закупку и содержание этих боевых машин существенно превышен. Стоимость системы, вертолет, вооружение, поддержка и стоимость единицы варьируется в зависимости от варианта. Цена за единицу австралийского «Тигра-Айраш» – 68 миллионов австралийских долларов. Еще в 2012 году, после трех инцидентов с дымом из кабины пилота, угрожающих экипажу, пилоты проголосовали за отказ от полетов до тех пор, пока не будут устранены все проблемы безопасности. В число упомянутых проблем входили и отсутствие общности с другими вариантами «Тигра», высокая стоимость обслуживания двигателей и время доставки деталей в Европу для ремонта и восстановления. В докладе подчеркнули, что в 2015 году лишь 3-4 вертолета были готовы выполнять боевые задачи. Боевые системы машин функционируют не на полную мощность. Так, ракеты АГМ-114 Hellfire, рассчитанные на поражение целей, находящихся на расстоянии до 8 километров, с вертолета «Тигр» работают лишь на дистанции до 4 километров. Обнаружить и идентифицировать цель вертолеты «Тигр» могут лишь находясь в пределах эффективной дальности огня противника. Сотрудники ОНА также указывают на факт пуска неуправляемой 70-мм ракеты без команды пилота. Возможно, свой перечень недостатков есть у любой подобной машины. Поэтому только авиационные специалисты могут сопоставить все плюсы и минусы. Только военные могут дать экспертную оценку о пригодности данной машины для выполнения определенных задач в современных условиях с взглядом на перспективу. ОНА «Тигр» ОНА «Тигр» ОНА «Тигр»